Чем лучше всего подкармливать белок, чтобы не навредить зверькам? В академическом парке города Апатита живет семейство пушистых грызунов. И неравнодушные горожане уже давно оборудовали для них несколько симпатичных кормушек. Какой же рацион для животных полезен, а какой является настоящей отравой и может привести к самым плачевным последствиям? Постарался выяснить наш корреспондент Антон Рассказов. Лучше всего белок прикармливать грецкими орехами. Желательно в скорлупе или свежими яблоками или сушеными. Но пока что сушеных яблок в пятницу утром эти белочки есть не хотят. Миндаль лучше не давать, так же как и не давать арахис, поскольку он очень насыщен жирами. Лучше что-нибудь не соленое, не сладкое. Лучшим лаковством для белок станут нежаренные тыквенные семечки. Орехами лучше угощать только в скорлупе. Сухарики, хлеб, шоколад, чипсы, зерновые, печенье, косточки от фруктов белкам давать ни в коем случае не надо. Миндаль же для них является ядом. Следует помнить, что те, кто подкармливает животных, несколько человек. И таким образом за день у грузина случится несколько приемов лакомства. Поэтому орешек один-два, да и остального понемногу. Семейство белок свободно передвигается по всему академическому парку. Там расположено несколько кормушек. Особенно белки нуждаются в подкармлении зимой, когда корм добыть становится трудно. В этот период им сложно выжить. Поэтому подкармливать нужно, но правильно. И тогда мы еще долго будем наблюдать за этими ловкими и очень любопытными животными. Еще одно неволожное правило. Несмотря на свой безобидный и милый вид, белки могут быть переносчиками бактерий и опасных для человека инфекций. Поэтому после кормления не забудьте вымыть руки с мылом. Продолжение следует...